Израиль под ударом. На этот раз антикоррупционным. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху в центре скандала. Его соратников уже арестовывают и по слухам они готовы дать против него показания. Чем это все может закончиться и какую конкретно незаконную выгоду пытался получить израильский премьер, знает Сергей Ауслендер. Целая серия коррупционных скандалов, разразившихся в Израиле в последнее время, казалось бы, должна потрясти страну до основания. Но правительство пока не развалилось, экономика работает, да и никто вроде бы особенного внимания на это не обращает. Все дело в том, что это нормально. Идет обычная работа правоохранительных органов. Израиль страна маленькая и любой высокопоставленный чиновник здесь буквально как на ладони. Какая-нибудь поездка за границу, неожиданный подарок или дорогая покупка тут же становится достоянием общественности. А израильская пресса, для которой вообще нет никаких авторитетов, мертвой хваткой вцепляется в фигуранта скандала и публикует любые детали, связанные с нарушением закона. Главный герой последних лет – премьер-министр Бениамин Нетанягу. Против него возбудили уже четвертое уголовное дело. Оно напрямую не связано с коррупцией, речь не идет о получении взяток или каких-то материальных выгодок. По мнению следователей, он якобы договорился с владельцем крупного интернет-портала, что тот будет в правильном ключе освещать деятельность правительства, а взамен получит кое-какие преференции для другой своей компании. Это уже называется обман общественного доверия и тоже тянет на статью из Уголовного кодекса. Во время пребывания на посту премьер-министра на меня оказывается сильнейшее давление. Проводится множество расследований против меня с целью свергнуть правительство. Все началось с громких заголовков и прямых трансляций. Некоторые из них с громовыми полицейскими рекомендациями, как и сегодня. Но все эти попытки, без исключения, закончатся ничем. А вот это еще большой вопрос. Сразу по двум предыдущим уголовным делам, одно связано с получением взятки, другое все с тем же пресловутым обманом доверия, полиция рекомендует премьера судить. Это уже серьезно. Если прокуратура сочтет, что доказательств достаточно, дело передадут в суд, и тогда Нетаньягу придется уйти в отставку. Ему инкриминируется то, что он получал на протяжении многих лет подарки общей суммой в районе миллиона шекелей. Это порядка четверть миллиона долларов. И теперь ему предстоит объяснить, как получилось так, что люди дарили ему такие дорогие подарки. А проблема заключается в том, что миллионер, который дарил ему эти подарки, имел очень серьезный бизнес-интересы в Израиле. И во время, когда премьер-министром был Биби Нетаньягу, были продвинуты интересы этого миллионера. Это уже коррупция в чистом виде. Предыдущий премьер Ихут Ольмерт попал в тюрьму именно по таким обвинениям. В бытность мэра Майерусалима он поспособствовал за вознаграждение продвижению одного крупного строительного проекта. Итог. Крупный штраф и 27 месяцев заключения. Подобных примеров сколько угодно. В разное время в Израиле за похожие преступления сидели чиновники и политики разных уровней. От главы правительства до мэров маленьких городков. В израильском обществе крайне болезненно относятся к фактам коррупции. А еще если в коррупционном скандале замешан высокопоставленный чиновник или высокопоставленный политик. И всегда в израильском СМИ это будет новость номер один. Разумеется посадить премьера сложнее чем начальника отдела какого-нибудь министерства. Но пример того же Ольмерта показывает ничего невозможного нет. Дело в независимости ветвей власти. Никто не может позвонить в суд и попросить или потребовать смягчить наказание. Принцип очень простой. Неприкасаемых нет. Сергей Услендер. Подробности недели. Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.